всем доброго утра рыбаки и рыбачки вот не знаю видно ли сейчас еще пока темно или нет вот все прибыл я короче на рыбалку в принципе вот на это место вот здесь уже бакен стоит да саша привет классные видео посмотрел вот как ты здесь ловишь решил прийти попробовать посмотреть что у меня здесь будет клевать только когда ты ловил этого бакена еще не было так что тащили сюда вот такой вот бакен принципе но здесь хищники осмотрел его в порядке тут так много с постоянно вода как будто бы кипит прямо здесь хищника много кушать на и наедается на на осень на зиму вообще не ну я не знаю вы наверное это не услышите вы тут как бы постоянно такой рыбка плескается да друзья пришел я на крупную рыбу поэтому снасть будет грубая полоха поводок 02 большие крючки в принципе ну и я подготовился к вас или клещу подсаку взял и что еще взял взял мотыля будем ловить на мотыля плюс взял червя и плюс взял опарыша вот поэтому как бы сейчас замешаемся и будем уже начинать ловить потому что рыба уже голодная я чувствую прям подплывает выглядывает и где там кормушки с прикормками так что у нас по прикормке по прикормке у нас вот такая вот каша покупная фанатика и вкус точно ребят не помню и где-то пол килограмма гороха для ну чтобы была крупная фракция чтобы ляч подошел и вот такое вот машинное масло кока-коло и секретные ингредиенты в общем короче первый раз буду добавлять миласу и милясу не знаю как то есть как она разбавляет вот это я был вчера на бухаре кстати вот эту сумку купил вот хоть искал специально чтобы внутри была пвх-шка потому что у меня есть такая же только как бы термосумка в ней каша киснет ребята очень быстро она нагревается на солнце а вот это пвх-шка как бы не должна ну я смотрю все пользуются в принципе думаю что нормально сохраняет короче каши вот поэтому купил хожу по бухаре ну подхожу и они же вечно там цепляются все и что ищу что подсказать вот и ну и там показали типа мне похожую сумку вот 300 гривен говорит такой говорю ну ладно походил еще посмотрел на всю бухару только у него там была такая сумка похожая это на заказ он говорит шьет человек типа 300 гривен отдам ну я к нему подошел говорю типа ну давай у тебя есть бы шанс за 200 и продать она говорит не 250 я говорю ну как хочешь вот и пошел и на выходе из бухары там магазинчики зашел магазинчик вот пожалуйста такую как я искал ребят 150 гривен вот там взял я не знаю на 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 той бухаре они конечно чем думают вот то есть цены цены ломят такие я понимаю там она туда я только за наживкой ребят хожу все как все в интернете все покупают и в магазине там флагмана и так далее туда только за наживкой хожу там хорошая наживка насколько там не покупаю через черви там хорошо живут в принципе и ну этот опарыш где хорошо нормально живет такой живучий вот и мотыля то покупаю тоже когда мне надо вот сейчас вот в данном случае я пришел на моделя вот мотыля 50 грамм 50 гривен не продали сейчас так вот же то есть это уже уже рыбалка будет я считаю серьезная всегда когда мотыля беру у меня получается это я иду на серьезную рыбалку то есть короче иду на мотыля по серьезным по взрослому ух намотали как это это типа насадочный у них еще есть там прикормочный такой который весь дохлый у них лежит а это я взял себе 50 грамм насадочного но я и так буду в кормушечку досыпать чуть-чуть не знаю видно или нет он такой весь живой упак с него шпар идет до такой короче мотыль так что посмотрим что из этого получится второй раз жизни ловлю на мотыля вот так продолжаем добавляем миласу миласу миласа разбавляется один к одному то есть я здесь дал 150 миллилитров миласы и 150 миллилитров воды я разбавляю всегда с водой не из водоема размешивать стараюсь прикормку потому что ну из водоема она грязная нам я же водил уже на киснет быстро это каша если с водоема поэтому я стараюсь такую свою воду принести и сейчас вот первым делом замешаем миласы здесь глубина нормальная поэтому каша должна быть я так думаю хорошо так более такая увлажненную состояние чтобы можно было ее она не быстро там вымывалась сильно ну так вот добавляем 300 миллилитров миласы перемешанные с водой и должна быть как бы кашка еще секретный ингредиент буду добавлять первые прикормочные камушки вот включусь покажу за секретный ингредиент смотрите вставайтесь узнаете как ребята начнут с таких вот пяти закормочных кормушечек как обещал секретный ингредиент сейчас давно мне в одном магазине ребята рекомендовали вот такой вот секретный ингредиент сейчас давно мне в одном магазине ребята рекомендовали так вот ловить сейчас попробуем попробуем надо как-то вот так вот дырочку какую-то проделать добавляем сюда секретного ингредиента не знаю что из этого получится но чтобы не испортить всю прикормку случайным образом экспериментами вот я не в прикормку добавляю а именно в кормушку вот так вот отлично сейчас пробуем секретным ингредиентом как она будет так в общем идея этого секретного ингредиента такая она опускается на дно понятно корм там вымывается и она начинает давать такую типа сгущенное молоко спускается на дно и начинает давать муть такую сладенькую шоколад сладость такая вот и по идее оно должно собирать рыбу поэтому первое вот такие вот закормочные кормушки полетели это первое вот ну еще планирую таких вот час 4 зарядить и потом уже ставить цеплять снасть крючок заряжаем наше секретное оружие наш супер мега аттрактант 20 гривен ребят 19 20 гривен я думаю что именно вот такой принцип и должен быть надо не во всю прикормку вот добавлять скажем так а вот так вот в кормушечку опускать его на дно в идеале я еще думал короче заморозить сделать такие кубики как делают знаете для коктейли кубики всякие вот и точно так же и здесь взять это сгущенное молоко сделать из него сделать из него такие кубики и и чтобы она у него плавучесть как бы нулевая ну то есть он не плавает в воде звичонка она что не сразу и вот эти вот кубики вкладывать в кормушку забрасывать таким образом и доставлять и оно будет там на дне таять ну размораживаться таять и давать на протяжении всей рыбалки вот эту муть и это будет самый классный аттрактант вот как раз напротив бакена бросаю ребят как раз напротив бакена заклипсовался там где бакен короче ориентируйтесь вот бакена я вот слева от него как раз бросаю кто будет здесь ловить возле этого вот тут в киеве это место хорошо быстро найдет и знает так так ребят буду ловить я чисто на такую стограммовую кормушку почему на стограммовую сразу решил попробовать ну я к тому что вот был на бухаря да и увидел какую хотел такую типа как в виде пули купить кормушечку кормушечку попробовать ловить на такую вот и с такими грунтозацепами а там меньше весов не было я бы взял как бы 90 обычная там на 90 ловлю но здесь были на 100 поэтому буду ловить по чисто по этой причине на 100 граммовую кормушечку так еще раз первым делом хотел бы я попробуем нашу традиционную схему так ну мы же пришли на леща да поэтому крючок у нас лещовый и пришли мы на леща поэтому будем вешать такой нормальный пучок нормальный пучок на леща чтобы сразу клевал лещ нам так сказать мелочь не нужна мы ее будем отсекать и двух опарышей беленьких вот криль как я говорил я добавляю в опарыши крылья насыпаю чтобы они там поползали пропахли им хорошенечко давайте вот такой вот пучочек оба 2 знаете даже давайте наверно трипа повешу ну тут такой пучок короче она сама даже я бы так сказал я же говорю пришли на крупную рыбу говорится на крупную рыбу надо делать крупную приманку так это я так это я так сегодня будет батл да я так понимаю будет батл ну мы рядышком я я с левой стороны от бакена если что да 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 сейчас это интересно у нас уже интересно будет рыбалка мы не одни а вы здесь уже бывали да и как тут а на что красный с белым да отлично вообще не видела ничего себе за два и даже полтора два отлично ну посмотрим посмотрим надеемся ну если говорят что лечь тут есть даже пятерочка короче надо замешиваться еще потому что что то я бросил ребята при кормочке там у меня было килограмм одна пачка этого чувствую мало сейчас будем добавлять так друзья и вот такая вот 60 грамм фанатик кормушечка будем сейчас на кормушечку ловить домешал при кормочке попробую это конечно не разброс одна кормушка 100 грамм другая 60 грамм ну если у меня еще одна 60 граммовая есть так что если нести не будет то я перейду на них на 60 граммовые сейчас посмотрим как тут по течению мы ко всему готовы так друзья отстегаемся от 100 граммовые кормушки очень тяжелая и сейчас поставлю сейчас поставлю 60 грамм во первых полегче пока течения нету попробуем если будет дадут струю то перейдем и будет сносить то перейдем на более тяжелый вариант зачем сейчас пока так сказать рыбу глушить если можно ловить на маленький объем на маленький объем правильно 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 так тем более это легко так 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 Немножечко сюда, да, перевлажнил, ладно, и немножечко сюда опарыша, у этого, как его, добавлю, в мотылях, конечно же, в мотылях, так, друзья, уже сколько, без 10 и 8, вот уже, у меня слева есть рыбачочек, бросает, вот здесь мы устроились, там вот на резиночке еще один рыбачок, то есть мы этот бакен оккупировали со всех сторон, вот, но что-то пока ни одной поклевки, ни у кого, поэтому чувствую я рыбу распугал, короче, своими секретными адрактантами, он стоит, ну что, сам съем, если она не хочет, то сам съем, вот, ну пока что, пока что ничего, ну, кормушки 60 грамм, кстати, не сносят, то есть еще нет струи, не дали, вот, пока, пока такая обстановка, опа, на, ребята, похоже у нас тут, или струю дали, или поклевочка, это похоже на поклевочку, так, еще рыбка подошла, или что, что-то такое давит чуть-чуть, ну, очень-очень мало, хотя, с моими дубовыми спиннингами, ого, оо, ого, что-то такое сопротивление, посмотрим, давно я ничего не ловил, даже сказать не могу, определить, что это за рыба, так, 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 сейчас посмотрим, что-то мелкая, наверно, да, что-то такое, не особо крупных размеров, Да, вообще мелочь. Первая такая. Что-то у нас такое вообще. Опа-ра. Что-то подлещик какой-то, да? Какая-то густера. За нижнюю губу. Нормально так. Нормально, что-то такое. Пойдет на таранку, наверное, да? Думаю, пойдет. Так, ну что, мы уже не голодные. Мы уже не голодные. С почином нас. Выходной. Четыре рыбака. Четыре рыбака на пятьдесят квадратных метров. Чего? Пока только, блин, одна густерка. За уже с шести часов сижу. Уже три часа. Прошел вот такой вот клев пока что. Ну, ничего, нас тут много. Мы сейчас закормим. Закормим, сейчас приманим. Пока только салат получилось, да, словить. Еще просто книжный, там, там, челин называют. А, как раз книжный салат. Пока только гарнир. Мяса еще пока нету. Потому что салат как-то слабоват. Да. Да, слабоват. Я просто не знаю. Я даже не знаю, какой здесь клев должен быть. Но согласен, да. Что-то только один раз только клюнуло и все. Не знаю. В этом году как-то вот особенно Днепр цветет. Я не знаю. Я такое не помню, чтобы столько было. Я уже не помню. Это первый раз только весной. Да, ну... Да, у меня кормушка, я не знаю, 60 грамм. Она падает, секунд, наверное, 15. Ну, есть вот эта карта Голубин, Днепра. Нужно посмотреть, вот такой карман какой-то. Там даже глубже, там, где я кормак стоит. Мне интересно, немножко субботил. Четыре леща, но это был самый большой. Да. Это потому что я пришел снимать рыбалку и сразу там я... Я знаю, это здесь не причем. Я как прихожу всегда. Хотя я только вот пока одну густерку поймал и все. Я тут вообще вообще мелочью клюет. Если какая-то парклёвка есть, то есть что-то иное. Угу. Это самый парклёвый был клюет. Дальше еще. Так, соцсети где-то. Раз, два, три, четыре. Ну, я четыре взял, но такие было много. Даже на этой штуке, да? Ну да, ну сколько заберешь там? Зачем мне много рыбы? Я взял четыре. Ну, правильно, да. Блин, ну это круто. Это утром такое было? Ну, я пришел вообще где-то часов одиннадцать. Ага. Словил 64, поймал, я не знаю, я даже не считал сколько. Ну, не мог. Четыре вот этих взял, забрал, самый крупный тех. И все остальное. Ну, есть еще надежда, что он днем получается. Ну, бывает, я жду тогда, надеюсь, что воду восстановят, тогда есть какой-то шанс. Потому что у меня вот сто, 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 сто двенадцать сносит. Не, ну не сильно сносит, но сносит. Не, не, у меня, у меня 60 грамм. 60 грамм. Ну, тут от диаметра у меня как вышли. Так у меня тоже толстый, типа, ну, это, ну, вот по моим меркам это еще по конец строю вообще. То есть у меня, у меня бы уже, если бы была бы струя, уже бы улетела бы. Ну, у меня есть и тяжелее, но как-то здесь опасно ставить, и бровка такая. Да, да, да. Сразу цепа идет и оставляешь. Да, да, да. То есть здесь надо длинный пруд, и грузила не самая тяжелая. Ну, чтобы поднималась, это я понял, да. Так, да, да, надо. У нас тут уже сколько? Четыре человека, я думаю, мы сейчас на 5. Ну, поймали. Сейчас накормим. Главное, нам лучше танцы не готовы, выпил он по жире. Да, да, ну, мы же просто, я добуя, добрасываю только и все. Ориентир такой. Блин, этот салат у меня встал и хочет уходить, чтобы поплыл бы. Вот это кадр плывет. Ну, блин. Карина. Еще один всплывет здесь. Странно, что-то они к берегу от буя плывут со стороны. Как бы между буем и берегом протянуть канат и ловить их. Как раз натянул на тяжечку столбку, да. Вот так вот. Может так надо. Еще один. Товарищ, ну, глубина тут 10 метров, так что ничего страшного. Главное, даже это и не заметят. Тут говорят, что редко клюет, но если что-то клюет, то такое. Короче, солидное клюет. Да? Да. Ну вот, оторвало, да? Обратку шлях. Оторвало. Обратку шкула, это самое, обрез. Ну да. Надо приподнимать, блин. Тоже надо пристрелиться в одно место. Да, да, да. Надо приподнимать просто. Одиннадцать часов, четко по расписанию, да. Ну, так это уже. Это уже солидный, с таким уже домой прийти не стыдно. Ну, еще маленький. Все маленький. Ну, одиннадцать часов, короче, как по расписанию. Не, у меня обычно и утром тут кривало, потому что они вообще не помешат. Одиннадцать ноль две. А на что взял? Петерброд красный. Красный два апарши, да? Два красных, но два апарши. Два красных, да. Два красных, да. Супер. Значит, он здесь все-таки есть. Просто ему надо что-то предложить. Господа, что-то подергивается. Да, то, что подергнет. А как ее доставать-то? Как эту хрень доставать? Или медленно мотать и в бровку оборваться, или быстро форсировать, но рыба будет уходить, короче. Так, что это у меня тут? Ну, вот, пожалуйста. А, нет. Вытащу. Что-то такое. Непонятное что-то. Какая-то пока незачетная какая-то такая. Ну, ладно. Ждем дальше. Двенадцать часов дня. Где этот ляж бродит? Непонятно. Одна густера клюет, и та выплевывает. Под берегом. Вообще рыба не хочет кушать сегодня, блин. Кожачок этот на резинке тоже ничего нету. Не видел я, чтобы он что-то доставал. И так вот здесь. Так вот здесь слева рыбачка. Тоже только одна пока. И та сошла. И справа пока у нас лидер. Лидер. Лидер среди нас. С вещом. Вот. Он один был. В одиннадцать, как по расписанию. Воды нету вообще. Струи нету, воды нету. Течения нету. Ловлю на шестьдесят грамм кормушки здесь. Чисто потому, что удобно. Наверное, можно было бы и сорок поставить. Просто сорок, наверное, бросать так далеко неудобно. Моими дубинами шестьдесят вот удобно как раз. Тут удобно ловить. Так, пока две рыбины и пока на два червяка и два опарыша на бутерброд. На мотыля ничего. О, на чистого опарыша пробовал ставить четыре чистых опарыша тоже ничего. Сразу с заброса. Вот такое ощущение, что струю типа дали. Что-то, что-то стало нести очень. Чувство такое. Терезает смутные сомнения. Мелкая какая-то рыбка. Тоже тараночка, хорошо. Наконец-то что-то пьюнуло. Сейчас посмотрим. Пух. Упирается. Это что, я зацепился что-ли? Или сорвалась? Сошла. Да, сошла. Нифига не сошла. Сошла с крючком. Только что перед этим уже в метрах на десяти дала такое сопротивление, что сразу там, как говорится, мелкая полукилограммовая рыбешка превратилась в полтора килограмма здесь. И вот оторвало крючок, короче. Бывает. Да. Или срезала обракушку, или что. Блин, это сразу в заброс. Это интересно. Короче, она чистого червя. Четырех червячков поцепил и сразу клюнул на чистого червя. Сейчас перевяжемся и посмотрим, что там. Так, добавил живого компонента, мотыля и закрыл пробочкой. В принципе. Так, поплотнее. Так, здесь. Так, два червя. Блин, ну что-то объедает его. Что-то объедает. Не понятно, что. Но объедает. Почему не засекается? Вот это вот. Пока науке не известно. Ключки острые. Потому что мелкая. Ну, блин. Мы же на мелкую не идем. Нам же нужен лещара. Поэтому пучок побольше. Посмелее, пожирнее. Так. Все будет хорошо. Не, кайф, конечно, на 60-граммовую ловить. Бросать. Бросать это, конечно, небо и земля по сравнению со сотками. Вот. Вот. И оно несет как раз здесь, но несет правильно. То есть не сильно. Вот. Как раз носит туда, там, где ему есть за что зацепиться. когда он бикон как раз собирается, вымытый. Вот. И ложится туда кормушечка. Прицел. 120 поправки на 60 по бакенам. Блин. Четко. Четко пару метров от бакена. У меня нигде так долго не тонула кормушка, как здесь. Реально секунд 20 тонет. Так неужели. Опа. Так. Ну. Давай. Как сказать. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты давит. А мы не зацепились? Гьем?! Ну вот, Plus — тут Heaven. Вверх, наверх. Наверх, 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 наверх. Не, 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 куда, 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 куда вниз. Вверх, 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 вверх. Вверх, брателло, вверх. Вот так вот, ледник воздуха. О, да, хорошо. Отлично. Есть. Опа. Все, отоварился. Можно идти домой. Можно, я говорю, идти домой? Отоварился. Оба-на. Так, ну шо. Начинаются все блогерские штучки. Да. Не, ну это нормальный экземпляр. Это вот такой предыдущий. Срезал мне, получается, поводок. 18-й или 20-й. Я уже не помню, какой там был. Все, пошел вечерний клев. Так, братанчик. А ну-ка, давай мы тебя сейчас зафиксируем. Тихо, 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 ты не удери там, пока я здесь. Пока я здесь. Ты тут спокойно лежи. Давай я тебя освобожу. Сначала. Где ты тут? Так, куда ты тут? Ага, вот тогда. Так, лежи спокойно. Поворачивайся. А ну-ка. О, за нижнюю губу. Все как надо. Все как... Все как по науке. Раз. Блин, какой ты слезнялый весь. Так, друзья, давайте его сейчас чуть-чуть помучаем. Это самое. Чуть-чуть помучаем и взвесим. Чтоб зацепиться. О, все, давай. Не хочешь, да? Давай тебя за эту. Чтоб ты, только бы, не повредить тебе там жабру. Мально, да? Нет. Сейчас. С таким взвешиванием, конечно. Ладно, чувак. Давай я тебе губу пробью. Открывай рот. Потому что я так не умею. Давай тебя вот так вот пробью. Пробью и полнай. Так, тихо-тихо-тихо. Оспокойся. Тихо. Кило 410. Кило 410. Отличный экземплярчик. Супер. Так. Оба-на. Все. Так, ну что, еще таких парочку и все. Можно. Ехать спокойно домой. Так, братанчик. Спускайся. Да, 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 да. Ну вот, поводок 0,25. Ему пофигу. Когда он есть, ему пофигу. Просто. Просто же говорю. Либо, ну то есть, если 16-й ставить, такой бы у меня бы оторвал бы его нафиг. С этой бровкой. Я его просто... Я провык мне так. Не знаю, провык 414-16. А таким не провык. Нет, да, но я же говорю. Лучше он вообще пусть не клюет, чем вот это вот. Да. Надо обраться. Да, но я могу дать. У меня есть, как бы, лёсочку там. Если, ну, если, как бы, будет обрывать или что-то такое, я могу дать. Это что-то такое, не жалко. Собственно. Ну, блин, тоже, как бы, смекалка, начинаешь думать. А если, ну, если ещё и получается обмануть такое, да, то вообще супер. Так, это я что-то уже увлёкся. Да, не обманул товарищ Александр. Хороший здесь. Больше пулей или это тропеи? М? Больше пулей или это тропеи? Это стандарт. Ну, здесь это стандарт. Не, я имею в виду 20. У меня? Да. Ну, за это лето это самое большое. Это вообще первая вещь, которую я за это лето поймал. Ага. Вообще. То есть... Так, ребята, походу, киндер-сюрприз работает. Снова добавляем мотыля, внутрь кормушечки. Такой киндер-сюрпризик. Утрамбовываем. И вешаем побольше червячка. Короче, сработало. Сработало червяк. Чистый червяк. Вешаю четыре червячка. Так вот. Так вот. Что, настроение сразу пошло вверх. Ставим лайки. Короче, лещ проснулся на вечерний клев. Сегодня, видимо, ему стало припекло жарко, и он пошел на яму. А до этого дело было непонятно. Где он тусил? Где-то он тусил. Так, и что я здесь еще... Ну и нормально. Что мне нравится? 60 грамм кормушка. Радуюсь, не нарадуюсь. Блин, я бы его, наверное, со 100-граммовый бы не вытащил. На самом деле, так, еще один следующий патрон. Заряжаем. Так, прицел. И пли. Отлично. Так. И... Да, да, да. Так, уже подошел. 20 секунд, когда мушка падает, блин. Все, упало. Есть. И вот это же предыдущий такой же клюнул, срезал мне. Ну, чуть-чуть, может, даже поменьше. Чуть-чуть поменьше. Но сопротивлялся достойно. Вот это я почувствовал рыбу. Это рыба. Моей мечты. Походу, нам в улове еще и каша прибавилась такая. Вещь офигеет от такого. Сколько тут намешано всего. Это капец будет. Спасибо. Рыбаку, соседу. Подписался на канал. Кашу мне оставил. Короче, выгодно быть блогером. Все, присыпал. Заберем с собой обязательно. Может, еще на завтра получится сходить на рыбалку. Сегодня это была не рыбалка какая-то. Не знаю даже, как это назвать. Да, вот в ту мою проколовочку. Приватизировал. Тут пылесосит этот берег. Довольно часто. Понятно, короче. Еще с пятницы начинается уборка. Так что здесь ничего нереально, ребята, оставить. К сожалению, рыколовки нет. Вот. Еще раз. Если кто нашел рыколовку, хоть скажи, там были раки или нет. Важно было понять. Так, ну что у нас пока по рыбалке? Вот тут пока один лещ целый день. И все. Ну хоть леща в руках подержал. Это хорошо. Плюс два подписчика. Что круче намного, чем рыба и лещи. Отлично. Я понял, как мне раскручивать свой канал. Надо ходить там, где много рыбаков и всем предлагать подписываться на канал. Или по берегу пройтись, набрать колокольчиков, набрать с собой прикормок, крючочки, лез, поводочков, лесочек и так далее. И предлагать за подписку и лайкосик. Колокольчик. Я думаю, к вечеру можно набрать столько подписчиков. Полтысячи точно будет, если сейчас вот по всем пройтись берегу. Столько рыбаков в выходные. Ажиотаж. Вот такой вот достал после, наверное, где-то 20-30 минут ожидания. То есть так, что ничего не клевало. Вот вот на мой леща поймал. Да, и после этого вообще все как отрезало. 30 минут простояла вот эта вот наживка. Ничего не клюнуло. Так что как бы вечерний клев был результативным, но оказался тоже слабеньким. Все, собираюсь. Ну что, друзья, вот и закончилась сегодняшняя рыбалка. Где-то приблизительно с 5 часов утра с полшестого и вот сейчас уже пол 15 минут на сноу. Закат уже совершился. Закат я встретил. Вот. Пришло время подводить итоги. В принципе, рыбалки они просто замечательные. Вот. Леща поймал. Леща в руках подержал. То есть рыба была. и что ну как бы немножко скажем так взгрустнул, потому что не нашел свою раколовку. Хотел все-таки показать вам может быть если там раки или нету. Но тут столько видите плавает с пятницы. Пылесосят этот берег этими джигистами там пушков ловят хищника. Вот в облаками видимо кто-то зацепил ее и достал. Короче, так что не получилось у меня такой план который я хотел реализовать со вторника до субботы оставить раколовку прийти достать кучу раков. Раскатал губу закатая обратно. Так и никак иначе. Саня место ну как сказать специфическое. Вот леща я видел. Да лещи большие. Вот спасибо что ты показываешь но это никакое не секретное место как видишь о нем все знают. Здесь много людей и это классно. Потому что самое приятное от этой рыбалки это то что у меня плюс два подписчика еще каких-то 400-500 рыбалок у меня будет первая тысяча подписчиков. Я понял как раскрученся. Надо ходить на рыбалки. приставать к людям вот и таким образом себе как бы копить подписчиков. Так ну что достаем садок смотрим вот итак ребята идем за садком подводим итоги рыбалки в принципе всю рыбу которую я поймал я заснял процесс. Ничего больше не добавилось. Оба на вот такого красавца веща словил и я думал что это подвесчики или это густера поскольку тараночку тараночку я люблю и давно тараночку не ел у меня запасов нету поэтому густера поедет со мной домой. я рыбак получается наоборот а именно так ну вся у меня рыба живая невредимая парень парень ты что такой буйный ну ты посмотри какое да подожди ты я тебя выпущу успокойся успокойся не буянь успокойся оба иди сюда так о о так как тебя тут показать так не буянь я тебя прошу только не буянь о вот такой у нас васыль пришел к нам ну-ка нормально все с губами все хорошо я ему немножко пельсинга добавил сделал но ничего вроде бы ему крови нету он живой живее всех живых ну что братанчик давай в следующий раз зови своих ребят рассказываем как у нас здесь хорошо конят оба все махнул хвостом ушел молодец умная рыба я же варю в нужный момент скажем так вырвался красота так осенцов я чихоньку что там две чихонечки осталось чихонечку я забираю на тараночку так она тоже живая да она тоже живая оба вот таких вот вот таких вот два рыба это даже не густера или гостера честно не 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 тут не отличают тоже сильно может вот это белоглазка скорее всего глаза большие а вот это густера вот это едет со мной скажем так солится вот вот такой наш улов все кому понравилась рыбалка место конечно я скажу такое в принципе требует сноровки тут и цепа и удочку надо такую хорошую где-то 3.90 чтобы высоко поднимать и проходить эту ракушку цепу потому что можно обрезаться вот или как я вот так на камушке становиться высоко поднимать задирать удочку вот а так в принципе 3.90 здесь удобно ловить ее так поднял и в принципе можно выводить без проблем так что кому понравилась рыбалка ребята которые со мной сегодня ловили спасибо вам за хорошее настроение у меня как бы поднялось настроение сразу когда вот справа у меня рыбак поймал веща вот лайкос ему показал что он здесь реально есть потом еще больше выросло настроение когда я поймал веща вот и принципе рыбак вот слева тоже пообщались с ним подписался на меня тоже классно супер мне понравилось вот прикормки мне оставил тоже спасибо ему за это так что если что Саня ты не злись мы твою рыбу не ловим вот так что все будет хорошо ставим лайки и всем не хвоста не чешуи не хвост если я тюрь не хвост не хвост я достаю